Прокатиться с горки и остановиться в ледяной глыбе с острыми углами. Это видео нам предоставил народный репортер. По отбитым углам ледяной плиты видно, что с ней столкнулся уже не один человек. Да, на этой горке опасно, может быть, что ударится, а то, что лед стоит, ну, маленькая горка. С большой горкой нельзя, может, спокойно разбить голову или еще что-нибудь. Ты видел, чтобы люди ударялись? Да, видел. Уже при мне только четыре человека. А вот взрослые настроены более оптимистично, видимо, не задумываясь о печальных последствиях. Да, я считаю, вполне безопасно. Мы с ребенком двух лет прокатились. Ну, я думаю, они нормально сделаны, по всем технологиям. Самый маленький был когда-то, я тоже катался кучей. Бывало и падал. Было такое, не без этого. Это детство, и все любят горки. И ударяются дети, и падают. Ну, взрослые вообще, кошмар. На ногах катаются, друг на друга падают. Для многих улан-уденцев зимние игры на льду частенько заканчиваются в трампунтах. Во время январских каникул в трампунт номер один поступают в основном пострадавшие с бытовыми травмами. Травмами дорог, снежных горок, скотков. В основном травмы ушиба, это мягкие ткани, растяжение капсульного, суставного аппарата, с растяжением связок. За сутки примерно поступает от 60 до 80 человек. В основном процентов 30-40 процентов в алкогольном опьянении. Часто зимние забавы становятся причиной возникновения ДТП с участием детей. Увлекательный полет на санках запросто может закончиться под колесами автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции отдела дороднодзора проводят мероприятие по инспектированию уличной дорожной сети, выявлению так называемых несанкционированных горок, которые находятся вблизи проезжей части. Составляют акт о недостатках уличной дорожной сети и выносят предписания в коммунальные службы об их устранении. Родителям стоит почаще напоминать детям о правилах поведения на дорогах и возле них. О городским властям задуматься не только о размере, цене и красоте ледяных городков, но и об их безопасности. Юлия Пермякова, Алексей Ионов, Первая альтернативная.